Всем привет, с вами Миша Дарку, и сегодня мы окунемся в одно из самых грязных и неприятных направлений хоррора. Могли подумать, великий Ингмар Бергман, сняв в 1960 году фильм «Девичий источник», что тем самым даст начало новому направлению в кинематографе под названием «Rape and Revenge» или попросту «Месть за половой акт по принуждению». Фильмы с подобной концепцией стали особенно популярны в 70-х, в рассвет Грайнхауса. Тогда вышло множество представителей жанра. «День женщины», «Триллер», «Ангел мщения», «Губная помада» и «Прорва других». Но из того, что видел я, наверное, самый необычный образец – это австралийский соловей. Кстати, всем советую. Такие фильмы обычно отличались весьма простой и незамысловатой трехактовой структурой. Рассмотрим ее на примере «Я плюю на ваши могилы». Первый акт – жертва в 99% женщина подвергается с нучи-бучи по принуждению, пыткам и оставляется на верную смерть. Второй акт – примерно в 2-3 фильмах персонаж выживает и приходит в себя физически и морально. Третий акт – персонаж или, если он не выжил и его близкие, жестоко карают насильников. Так к чему это я? Сегодня мы рассмотрим один из ярких образцов подобного направления. Фильм 2009 года «Последний дом слева», который является ремейком одноименной картины 1972 года, срежиссированный тогда еще дебютантом Уэсом Крейвеном. В обзоре я буду много ссылаться на оригинал, так что видео обещает быть длинным. Запасайтесь напитками по вкусу или градусу – это «Последний дом слева». Ну а перед тем, как начать, я искренне попрошу подписаться на один канал, о котором вы и так наверняка уже слышали, и это «Фон Морг». Каждую неделю на канале «Фон Морг» выходит ревью на необычные фильмы – от популярного хоррора до малоизвестного трэша, а также авторские подборки, после просмотра которых ты не сможешь спать по ночам. Чем так примечателен этот канал? Ну, возможно, он единственный в своем роде посвященный хоррор-тематике, на котором выходят не трэш-обзоры и пересказы, а честное ревью, анализ и личное мнение от истинного фаната жанра. Так что вместе со мной присоединяйтесь к новому хоррор-комьюнити. Ссылочка на канал в описании. Приятного просмотра и ужасных ночных кошмаров. Так, небольшое пояснение. Съемка видео проходила в невероятную жару, так что в некоторых кадрах мое лицо немного блестит. Хоть я и думаю, что это не особо повлияет на восприятие ролика, тем не менее, прошу понять и простить. Продолжим. Итак, как мы помним, главного засранца оригинала звали Круг Стило, и в самом начале фильма он бежал из тюрьмы, о чем нам сообщалось по радио. Смелый побег средь белого дня двух убийц, наркоторговцев и насильников, стоил жизни двум охранникам тюрьмы. На удивление, также жизни немецкой овчарки. Ремейк же стартует непосредственно со сцены побега, который мы увидим своими глазами. Но это позже. А сейчас давайте познакомимся с современным воплощением Круга, которого здесь кличут... Крэг. Крэг. Какой-то плохой перевод. Я ни в коем случае не поверю, что на оригинальной звуковой дорожке так же. Крэг. Крэг. Ну, видимо, режиссер русского дубляжа не хотел, чтобы местного маньяка-психопата ассоциировали с его любимым шансанье. Но я все равно буду звать его Круг. Сыгран он Гарретом Диллахантом, который кинул Томми Ли Джонса и ливанул по другую сторону закона. И как по мне, это очень хорошее попадание в образ, ведь Гаррету, как никому другому, удаются роли бесящих говнорей. Ууу, как он меня бесил во власти тигра. Кхм-кхм. Несмотря на то, что Круг является очень опасным преступником, для которого лишить жизни человека так же ненавязчиво и приятно, как чуваку принять за воротник стакашку белого русского, перевозит его лишь двое копов, одного из которых играет Майкл Боуэн, человек-спойлер похлеще Шона Бина. Ни машины сопровождения, ни индивидуальных средств защиты эта поездка, по всей видимости, не предусматривает. И неудивительно, что случается вот это. Что там, Дэнни? Авария. А стукнули их призраки из одноименной части Колды. Или же брат Круга, Фрэнсис, он же Джесси Гайзенбергович Пинкман. И подружка Круга, миссис Вербения в селке. Она же Сэдди. И фильм сходу показывает нам, что он не собирается идти по лекалам первой части, резко меняя мрачные эпизоды на комичные. Да что говорить, у местных злодеев там была даже своя музыкальная тема. Ремейк же сразу встает на рельсы ультра-насилия и безысходности, ведь бандиты сходу килят одного копа, а сам Круг брутально расправляется со вторым. Далее мы знакомимся с нашими главными героями. Семейством Коллингвуд в лице дочки Мэри, мамы Эммы и папы Джона, сыгранных Сарой Пэкстон, Моникой Поттер и Тони Голдуином соответственно. Я ломаю голову в догадках, не являются ли они родственниками Антоши Чеханте, ведь фактически каждая сцена с ними в первые 20 минут фильма содержит своеобразное ружьё, и такие сцены я буду помечать вот так. Так вот, Мэри у нас талантливая плавчиха. Какой результат? Отличный, блеск. Говори уже. 2,63. И этот навык, безусловно, ей пригодится, если понадобится улепётывать отводного платоядного пятна. Да, профессия мамы нас особо не интересует, а вот папа Джон канонично работает доктором. Кстати, немаловажным отличием оригинала от ремейка является то, что Коллингвуды постоянно не живут в том самом последнем доме слева. Этим домом является их загородная усадьба, находящаяся за три девять земель в глухом лесу. И пока я разглагольствовал, наше семейство туда уже почти добралось, о чём свидетельствует интересный знак и почтовый ящик, который тут не более чем отсылка и декорация, ведь находится он в метрах в двух ста от самого дома. Но так или иначе, семья без проблем добирается до пункта назначения, и стоит отметить, что сие прекрасное жилище расположено прямиком у озера, и помимо основного дома, есть ещё и гостевой. На вид вроде ничего. Да, а внутри, наверное, полный бардак. Почему? А потому что не так давно дом посещал брат Эммы, и он не то что ничего не разгромил, так даже оставил хозяевам небольшой презент. Эта бутылка стоит 4 доллара. Можно было 70 рублей доплатить и взять Льва Голицына какого-нибудь. Герои располагаются в доме, и мы узнаём, что у семьи имеется ещё не зажившая рана, в виде не так давно погибшего старшего сына Бена, по которому они сильно тоскуют, о чём фильм говорит нам через батю, залипающего в кораблик, сделанный Беном, и Мэри, которая решает забрать себе медальон, когда-то им подаренный. Всегда борись за золото. Твой старший брат Бен. Это очень печально. Я в печали. С одной стороны, да, но с другой, это искусственное создание драмы. Убери совсем историю с братом и сделай так, что медальон ей подарил не он, а родители, как в оригинале, и ничего не изменится. Но тем не менее, этот медальон от брата выступает как движущая сила сюжета, нежели аналогичный медальон от брата из той же психушки, который был лишь унылым спецэффектом, но не суть. Так же нам, как бы невзначай, показывают лодочный сарай и вроде каких-никаких, но соседей. Нет у них больше соседей. Ну и какой же последний дом слева без цены в душе? И слава Бафомету, что хоть не во время вступительных титров. Так или иначе, Мэри, потусив для галочки пару часов дома, решает нарулить в город к своей подруге Филлис, которую здесь зовут Пейдж. Эй, а вам нужна сегодня машина? На, лови. Развлекись. Ого. Это ладно, но не стоит забывать про... Кто же это за... Микроволнок сломался? Папа у нас уверенный. Да тут у нас какой-то оружейный арсенал получается в рамках миленького обзора. Пейдж же работает в местном мини-маркете и до сих пор переживает из-за неудавшейся связи со Скоттом Пилигримом. Ну, какие планы на сегодня? Ты все еще... Все еще куришь травку? А этот хмырь в капюшоне, поглядывающий на них взглядом серийного похитителя велосипедов, сын круга по имени Джастин, сыгранный Спенсером Тритом Кларком, актером, профессионально играющим детей знаменитых родителей. Не верите мне, загибайте пальцы. Сын Джеффа Бриджеса в дороге на Арлингтон, Брюса Уиллиса в неуязвимом, Конни Нильсон в Гладиаторе. И если вы черепашка-ниндзя и у вас на руках по три пальца, то поздравляю, это все. Стоит сказать, что этот персонаж здесь сильно переработан. Из вонючего Джанки, который из-за грамм хмурого был готов обслужить толпу латиносов, его превратили в зажатого, неуверенного в себе капюшонника, который потакает своей так называемой семье не потому, что зависим от порошка, а потому, что духом слаб настолько, что не может сбежать из банды, хоть и очень хочет. Я это... подслушал ваш разговор минуту назад. У меня в мотыле есть первоклассная трава. Ганджубас? Согласна. Девчонки, конечно же, соглашаются, что очень странно, ведь если Пейдж так сильно увлекается травой, то почему у нее нет собственного проверенного барыги? Не важно. Джастин сопровождает их в замызганной мотель, где временно обитает совместно с бандой ублюдков, и отправляется с Пейдж за бохами. Хвачу шнягу и поедем ко мне. Отец, до ночи на собрании. Давай. Пять минут. Управлюсь за две. И сколько бы не было положительных сторон у этой милашки, но пунктуальность не в их числе. Ведь посидев в машине некоторое время и услышав интересную информацию... Штормовое предупреждение. Большие грозовые облака формируются в течение всего дня. Поиграв на телефоне в змейку, пообщавшись с местной консуэллой, Мэри наконец-то решает проверить, что да как со своей подругой. Вы чего творите? А мы тут, знаете, все, плюшками балуемся. Мэри, конечно же, садится на небольшое палево, но все же решает зачилиться с ребятками и как следует подудеть Мари Ивану, но только после звонка родителям, само собой. Я подумала, может быть, я значую убыть? Люблю тебя. Да это был батя, не парьтесь. Минутку, а можно я чуть-чуть вклинюсь со сравнением с оригиналом? Пожалуйста. В фильме 1972 года младший был посредником для того, чтобы заманить девушек в отель, чтобы банда осуществила свою преступную капрофагию. У нас же паренька сделали сладким и мягоньким, поэтому здесь он просто приглашает девчонок надолбаться, ведь очень ж заждет общение и уверен, что его родственники-вонючки отлучились аж до ночи. Но не суть. Герои мило проводят время, расслабляются, общаются на разные темы, устраивают парнишки модный приговор. Как вдруг? Здрасте. Дело дрянь. Стоп, стоп, стоп. Неожиданное появление сисек через 3, 2, 1. Я думал, вас сегодня не будет. Нам пришлось немного ускориться. К слову, оригинальная Сэдди также не особо стеснялась светить своими сисяу перед бандосами. И вот так начинается одна из самых напряженных сцен фильма. Сцена, в которой зритель понимает, что подонки уже решили судьбу девочек и явно не в их пользу. Но девчонки пока этого не понимают, и от этого становится, ну, максимально некомфортно. Так или иначе, наше ОПГ, мягко говоря, вахует поступка малого, ведь на полосы газет попали фотографии не только Круга, но и Сэдди, которую легко тут можно спутать со Слендерменом. А значит, оставлять живых свидетелей весьма глупо. Клянемся, что никому больше не... Пейдж! Господи! Это не нож. Вот нож! Осознав всю анальную глубину приключившегося с ними пи***ца, Пейдж решает убежать из этого страшного канавиноидного кошмара в ванную, откуда копы, как бы ни старались, не смогли услышать или уловить ментально ее сигнал СОС. Но Джесси Пинкман не только в биотуалет и врываться в мостак, поэтому не проходит и двух минут, как девичья думалка ознакомится с керамической раковиной. И вот, похитив девочек и угнав машину Коллингвуда, Товбанда отправляется в лесистую местность для того, чтобы мужчины выгулили своих ручных питонов. Телефоны предусмотрительно поломаны еще в номере. Родители Мэри думают, что та уехала с ночевой и особо не переживают, так что помощи ждать неоткуда. Те же копы, будто дразня, проезжают мимо. Так или иначе, Мэри с такой участью не согласна и беспалевно нагревает зажигалку-прикуриватель. Наверное, чтобы выкурить косяк, который предусмотрительно спрятан в сиськах, ведь последний косяк в жизни дело святое. Дорога в горы уходит влево, а направо попадем обратно. Налево. Спасибо за разъяснение. Все это часть хитрого плана Мэри, ведь как только автомобиль проезжает знакомый почтовый ящик, нет, но было бы забавно, девчонка сразу же включает режим рейдж-бищ. Все смешалось. Люди, кони, гравитация так вообще поиграла машины в пинг-бол. Из кусков мяса же больше всех пострадал Фрэнсис, хотя бывало и хуже. Бич. Остальных же так, по мелочи. О, нет, 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 тут будет шрам. Будет шрам на всю жизнь. Тюрячки, в которую ты очень скоро попадешь на всю жизнь. Это не помешает тебе стать лучшей ковырялкой в истории. Из-за начавшейся суматохи Пейдж удается убежать в лес, но в моих обзорах подобное заканчивается всегда весьма плачевно. Этот случай не исключение. Да, неудачам этой девушки посочувствовал бы даже Тони Льюис из Десятого Королевства, после того, как разбил волшебное зеркало, ведь в первый раз Пейдж вырубили прямо под носом у копов, а во второй у каких-то лесных строителей. В итоге девушку приводят к кругу для осуществления наказания. Готовь стать мужчиной? Что? 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 Если не знать контекст, то подобная фраза, услышанная от отца, может обретать совсем иной смысл. Джасти же участвовать в Орге к своей семейке не желает, как, впрочем, и девочки. Недоносок! Очень, блядь, вежливо. Короче, делают ей три дырки в пузике, что весьма лайтово по сравнению с оригиналом. Мэри же решает лишить не жизни, а чести в очень грязной, шокирующей и откровенной сцене. Но, так как на моем канале есть целых 1,2 зрителей, старше 65 лет, то я поберегу их душевное здоровье и не стану показывать столь мерзкие кадры. Так или иначе, помимо игры в спрячь нациста, нам очень примечателен вот этот момент. Что это? Твоя вещица? Медальон же подбирает Джастин, что, конечно, аукнется в дальнейших событиях. Ну да ладно. Слив весь кефир, ублюдок теряет бдительность, что дает Мэри шанс на побег. Я плаваю. Что, милая? Нам не слышно. У меня в руке камень слепые, ухопки, как ухопуем, сука. И вот, Мэри, собрав все последние силы в кулак, бежит к озеру, чтобы показать свой скилл в плавании. И в тот момент, когда зритель уже такой, да, она справилась, есть в мире справедливость, случается, как вдруг... Пуля дура. Мистер и миссис Коллинг, вот же в это время мило пьющее мерло, даже не подозревает, что к ним на огонек уже скоро заскочит дружный квартет говнорей. Мы попали в аварию. Довольно честно. Да, ведь, упуская некоторые детали, так оно и есть. Но да ладно, сердобольный Коллинг Вуды, конечно, впускают ублюдков, поют горячим Нескафе и штопают раны. Можно воспользоваться телефоном? Попробую вызвать эвакуатор, а для нас такси. Раскатал губу, да в вашем положении теперь даже автозак с пиками точенными вместо сидений будет непозволительной роскоши. Внезапно из-за бури в доме отключается электричество вместе с телефоном и папа Джон сразу же наруливает заводить генератор, оставив свою благоверную с новыми знакомыми, которых хлебом не кормит, дай поиграть с кем-нибудь в голову на палке. У нас местечко глухое. Приехали на каникулы или... Отец каждое лето возил нас с Фрэнсисом на это озеро. В общем, я пытаюсь сделать то же для Джастина. Да я прям по глазам паренька вижу, как он мечтает съездить с папкой на рыбалку и спровоцировать небольшую аварию с летальным исходом. Так или иначе, свет вновь загорается, но нам как-то похер, потому что оказывается, что Мэри жива и каким-то чудом уже доплыла до лодочного сарая, что является существенным изменением в отличие от оригинала, где гибель Мэри от руки круга была одной из самых драматичных сцен фильма. ОПГ в полном составе продолжает чилить в гостях у Коллингвудов, причем ведут себя максимально пристойно, пытаясь тереться в доверие к супругам. Впрочем, весьма удачно. Вот что, переначутика у нас? Это плохая идея. Да, почему нет? Они ведь всем своим видом создают впечатление дружного и любящего семейства. Семейства Мэнсона. Внезапно младшенькому захотелось пи-пи и путь его лежал через кухню. Как вдруг? Тут они проебались. Серьезно проебались, ведь пять минут назад гоп-компашка в полном составе стояла у этого самого холодильника и никто из них не обратил внимания на фотографию девчонки, которую они кокнули прям сегодня, висящую на самом мать-видном месте. Конечно, это всего лишь придирки, но что вы думаете, Ватсон? Запутанная история. Поэтому, как бы Джасти не корчился с сердцем, переполненным в скорби, разделить с ним эти эмоции как-то вообще не получается. Тем не менее, паренек решается на очень хитрый и смелый шаг. Это гениально! Согласен, линия с медальоном здесь продумана куда лучше, чем в оригинале, потому что... Да потому что этот медальон уникален, на нем гравировка и забегая вперед, когда Эмма найдет его, то у нее не останется сомнений, что к измывательствам на дочери причастны именно эти люди, ведь мать помнит, что доча уехала именно в нем, а значит, просто так попасть в дом снова он не мог, его подложили. В оригинале же мама спалила медальон, который там был в виде знака мира на шее у стила младшего, но прикол в том, что подобные медальоны в 70-х были у каждого второго хиппи. Неважно. В то время, пока жопошники располагались в гостевом домике, Мэри успела доплыть до озера, доползти до дома и начать из последних сил подавать знаки родителям. Мэри! Девчонку приносят в дом, где папа Джон тут же с помощью говна и палок, а точнее ножа, вискаря и трубочки от пульверизатора приводит малышку в чувство. На самом деле это очень сильная сцена, которая даже из каменного меня смогла выдавить скупую слезинку. Родителям максимально сопереживаешь, актеры выдают очень правдоподобные эмоции, особенно в момент, когда они понимают, что Мэри обесчестили. И, конечно же, Эмма находит медальон, рассказывает мужу, и они оба догадываются, чьих это рук дело. Далее, события развиваются стремительнее, чем мое облысение. Первым делом папаша готовит пути отхода, проверив моторную лодку, в которой, как неожиданно, нет ключей. Параллельно с этим малыш Джастин крадет у спящего круга ствол, ну а Кэмми наведывается ночной плейбой. Чувак настолько преисполнен уверенности в себе, что решил перед сном и метка выпить, и от холодка спрятаться в объятиях сочной Милфы, но вместо спастись пивком выпью вискарика, получает лишь любимый напиток Тириона Ланнистера. Прямо так? Из горла? Бокалы, да-да. Тут нужен бокал побольше. И как-то подонка даже не смутили заплаканные глаза Эммы, ее явно стревоженный вид и пятна крови на блузке. Видно, шишка дымится так, что на глазах сладкая пелена. Сама же сцена такая вся из себя вязкая, затянутая, неуютная. Тем более, если вспомнить, что в соседней комнате находится раненая Мэри. Ну а кара Фрэнсиса будет подстать мучениям девочки. Ему разбивают бутылку об голову, пронзают ножом, подоспевший Джон бьет его молотком, повторно ломает бандиту нос, крушит им всю мебель. Еще не устали слушать? Тогда продолжим. Они топят его в раковине, но она сладкая, рука Фрэнсиса попадает в измельчитель отходов. Ну и заканчивают с ним по-олд-бойски. И все же это куда милосерднее, чем в оригинале. Пролив первую кровь, герои наведываются в гостевой домик, где лутают пушку у Джастина, у которого вид такой печальный, будто он вспомнил свои съемки у Шьемалана. Как вдруг? Круг, как истинный джентльмен, сигает в окно, оставляя свою раненую подстилку на произвол судьбы, которая оказалась к ней совсем неблагосклонна. Сама удивляюсь, как у меня это вышло? Главарь банды же, оставшись один, скрывается в основном доме, максимально скорбит по усопшему брату и прячется на втором этаже. На разборку с ним отправляется доктор Джон, пока Эмма по всем щелям ищет ключи от лодки. Да что не так с этим пацаном? Нельзя же быть таким криповым. Давайте просто забудем его до самого финала. Джон же вовсю обшаривает первый этаж дома с четким намерением порешить круга. И да, прошли времена, когда Тони Голдуин огребал от сериал келлер. Теперь он сам устанавливает правила игры. Но не суть, ведь круг выдает место своего присутствия, скрывая шлюз со словесным поносом. Так или иначе, между ними завязывается драка, в которой Джон нещадно заглатывает, ломая всю мебель, которой прикасается его престарелая тушка. И вот это поворот! Оказывается, что ключи от лодки все это время лежали в фужере для шампанского, которое им подогнал брат Эммы. И это при том, что герои в начале фильма стояли и смотрели в упор на этот четырехдолларовый подгончик. Хочешь услышать, что я сделал с Мэри? Хочешь, расскажу, какая узенькая у нее щелка? Я вас внимательно слушаю. И вот, когда круг собирается нанести свой последний удар, появляется Джастин. Давай без глупости. Короче, пацан тоже огребает, как вдруг. Что ж, бандиты повержены. Семья и Джасти покидает свой дом кошмаров по озеру и в концовке. Нам показывают, какое наказание доктор придумал для круга в сцене, которая уже давно стала культовой. Что ж, вероятно, по обзору вы уже поняли, что фильм мне нравится и это то случай, когда ругать его совсем не хочется, ведь он выгодно отличается от большинства фильмов, который я обозреваю хорошей актерской игрой и логичными действиями героев. Фильм держит в напряжении весь свой хронометраж и за исключением пары весьма затянутых сцен не дает заскучать. Большим плюсом для меня кажется, что из картины решили не делать прям уж покадровый ремейк, а дополнили или изменили многие сцены, сюжетные ходы и характеры персонажей. Что касается действующих лиц, то на мой взгляд каст подобран отлично и отыгрывают актеры очень убедительно так, что негодяев ненавидишь, а родителям сопереживаешь всей душой настолько, что впечатлительный зритель может и всплакнуть. Операторская работа и музыка также не вызывают нареканий. Господи, это мой самый хвалебный вывод за всю историю. Старею, наверное. Ну а с вами сегодня был невероятно потный Миша Дарку. Ставьте лайк этому видео, если вам понравилось, также пишите комментарий, это очень важно и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, но видосики не заставят себя долго ждать. Всех люблю, всем пока! Спасибо, что досмотрел видео до конца. Предыдущий ролик тоже посмотри, если не видел и не забудь подписаться на канал Фон Морг. Но следующий обзор будет на фильм про некий интересный эксперимент. Панда Стайл.